Итак, приветствую моих любимейших пациентов, с вами Добгай, и мы продолжаем играть за Франкию, хотя еще не совсем Франкию. И если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы начинаем. И у нас тут уже есть КБ на Рейнскую Республику, готовы мы уже нападать, да. Так что, в принципе, сейчас у нас вот эти дивизии давайте обучатся, может быть еще задепловать, хотя... В принципе, я думаю, мы уже готовы и так вот нападать. Пускай планирование наберут сейчас, можем даже нажать в штабное планирование. Так говоря, я нажал... Да, все правильно. А у нас есть теперь артиллерия буксируемая и реактивная, ее тоже бы нам произвести было бы неплохо, добавить в наши дивизии. У нас еще есть на это как раз таки слот, и в принципе у нас на этом слот закончится. Возможно, когда-то в будущем мы бы еще сделали себе танки какие-нибудь инженерные, но это уже посмотрим, это уже совсем не скоро. А бить войну? Поехали. Авиацию тоже надо обязательно переставить. И добавить сюда наши новые тяжелые истребители. Я их не потренировал, единственный минус, но ладно. Я думаю, будет нормально. Нас даже атакуют сразу же они. Господи, как приятно. Государство плюс 60%. Да, это жестко. И у нас вон, 700 атаки днем. Просто вражеские дивизии еще форс-атаку нажимают. Господи, пожалейте немцев. Эти немецы еще служить в нашей армии. Просто посмотрите на эти просто страшнейшие потери. Мне просто... Просто страшно смотреть сюда. 88 тысячи потеряно просто за несколько дней. Они просто отправляли их безумно в атаку. Какой ужас. В дивизии не набирают планирование. Я вот думаю, что такое. А это разведывательная сеть у нас душит. Что поделать? Что поделать? Теперь мы начинаем атаку. Только вот мы в нашей атаке успешны. И теряем намного меньше людей, в принципе. А еще и госпитали снижают тоже потери. Очень-очень важно это. Потому что я не знаю, насколько мы сможем себе много мэнпавера раздобыть. Скорее всего, мы сможем эти земли интегрировать. Я очень на это рассчитываю. И получить себе мэнпавера всей Германии. Тогда было бы неплохо. У нас, в принципе, тогда будет достаточно большой запас людей. Как и промышленности. Если нет, будет грустно. Будем справляться с какими-то малыми элитными силами. Чтобы вы сейчас понимали, Королевство Чехии было гарантировано Россией. За что? Смотрите, они тут гарантов раскидали. Ну за что Чехию-то? Я бы их съел. Но да, придется есть Австрию. Итак, мы почти закончили. Здесь Ринская Республика. 200 тысяч потерь. Мы 23. И я постарался по минимуму их солдат убивать под конец. Чтобы сохранить все это снаряжение, в принципе, всех этих людей. Ринская Республика. Теперь часть нашей Южно-Германской империи. Следующая цель это серво-германская Рабочая Республика. Поехали теперь сюда. У нас всего 20 дивизий. На самом деле это не так много. В скорейшем Пруссии здесь будет достаточно большой фронт. У них достаточно много дивизий. Следовательно, что следовательно, надо бы и нам тоже дивизии наши потренировать. Смотрите, как жестко бустонулась наша промышленность. Просто безумно сильно. 96 сразу стала. Фабрик у нас в сумме. Давайте забустим наше производство. Что я могу сказать на этом? Прямо так. И я бы еще сразу сделал себе, пожалуй, тактические бомбардировщики. Ну, что-то вот такое безумно дорогое. Опять-таки, все как мы любим. Потому что в один момент останется слишком большая промышленность. И смысл от наших дешевых самолетов в этот момент. Наверное. Остается только накупить на все эти самолеты ресурсов. Задача, кстати, непростая. Ресурсов требуется очень много. Но у нас теперь есть фабрики, чтобы все это оплатить. Так, России не дадим, а они Чехию гарантнули. Это мы, конечно, сейчас сождаем. Вот и стадии можно. Поехало наше производство. Отлично. Теперь все сюда. И будем сейчас готовиться к нападению. Опять-таки, дождемся, наверное, дополнительных сил. Потому что у нас пока что их маловато. И здесь всех, пожалуй, дотренировать до максимума. Вполне себе, кстати говоря, мы сможем еще по одному левелу подкачать к концу Германии. Но это не точно. А вот оно. Восстановите порядок. Сразу национальным территориям. Сновится. После того, как закончится вот это время. И мы получим всю эту промку прям полностью. И мэн пауэр тоже полностью. Отлично. Итак, наши войска уже достаточно обучены. Я думаю, хватит этим заниматься. Все-таки намного важнее все промышленности вернуть всю. Хотя, конечно же, вот для сражения с Пруссией нам понадобится еще и желательно вторая армия. Хотя, возможно, на нее у нас сразу и не хватит снаряжения. Потихонечку я здесь расширяю наши производственные мощности. Очень солидно так. И самое главное, авиация очень расширяется. А авиация позволит значительно сократить любые потери и намного ускорить любые войны. Кстати говоря, в Люксембурге 138 стали. Жесть они богатые, я вам скажу. Какие-то вон фокусы есть. Но мы готовы нападать. Объявляем войну. У нас здесь войска немножко тренировались. Меняем, точнее, авиация. Смотрите, эти умнее. Эти не атакуют. Вот только это им мало поможет, потому что, ну, у них, скорее всего, вообще-то здесь суперслабо. У них три всего военных завода. Так что, да, мы их просто сминаем полностью. 40 тысяч на полтысячи. Размен солидный. Я бы, кстати, постарался уменьшить потери и прорваться просто по городам и заставить их сдастся. Было бы очень неплохо. Хотя они уже 100 тысяч поднесли потерями. Нет, все равно, смотрите, смогли что-то сэкономить. Отлично. Можем сразу национальными сделать. Да, можем. Супер. Вот это у нас на всю ширину хватает. Готовим наступление на Пруссию. Скоро Германия будет восстановлена. А у нас также есть возможность... Слушайте, я забрал флот. Я не забрал флот. Это критическая ошибка, но в целом, я думаю, не смертельная. Итак, я сразу деплою вот эти войска, которые у нас здесь готовятся. И буду по возможности сразу деплоить и вот эти тоже. Чтобы они уже заполняли фронт. Нам все-таки важно здесь победить. Давайте, блин, не хотят они сами по себе. Да, присоединяются никуда. Да, только сразу на весь фронт. Неприятно. Ну ладно, пускай тогда готовятся до последнего. Не забавимся, я думаю, от дебафов. И после этого начнем уже наступление. И в целом, я думаю, хватит подготовки. Набирается сейчас организация. И я думаю, мы будем переходить на наступление на последнего нашего соперника. Вильгелема третьего. Но мы-то знаем, что мы победим уже. Ватенье Брслон там идет. Тут промышленность, кстати говоря, тоже солидная. Нам бы это присоединить было бы очень неплохо. Попадаем. Сразу же идем в атаку. Достаточно успешно, я вам скажу. Опять-таки, потери у нас минимальные. У них максимальные. Все как мы любим. Авиация работает и покладая рук и крыльев, пожалуй. Да, неплохо. Размены хорошие кальзеры. Вильгелем 3-й мертв. Зачем еще одна трагедия. Угу, мертв. Ну да. А, смотрите, он пытался сбежать в Африку. Да, да, да. Но некоторые подозревают Бакасу. Ммм, Бакаса. Где он здесь, Бакаса? Здесь он вообще есть? Мне кажется, если он в Африку не разваливается, то его нету. Тем не менее, вильгелем 3-го нету. А значит, больше некому оспорить наши права на, в принципе, всю Германию. Хотя мы не расценим именно Германию как наш финальную страну. У нас здесь есть францкая мечта. И она обязательно сбудется. В Испании закончилась гражданская война и выиграл Альфонсо. Достаточно нечистое событие. Обычно оно идет очень-очень долго. Хотя, в принципе, 41-й год. Наверное, кажется, что это не было так долго. Потому что мы сами долго ждали нападения сюда. Да, как бы здесь каждое нападение занимало время. В Швейцарии наше вот это переключение на 5 минут заняло невероятное количество времени. Так что да. Наверное, это просто нам так кажется. И здесь, в брусик, мы точно так же делаем. Мы, кстати говоря, 100 тысяч поднесли потери. Мне не очень приятно. Тоже идем по важным точкам. И захватываем все. И не забываем флот. Да, мы потеряли число, но в целом... Да, господи, мне этого хватит за глаза. Еще уменьшить его в 4 раза, мне все равно его хватит. Отлично. Германия едина. Но это не было нашей целью. Наша цель лежит дальше. Процесская коммуна и итальянцы. Вот наши, на самом деле, враги. Еще, получается, Россия. Потому что нам нужно захватить Чехию, на самом деле. Чтобы сделать это, нам нужно захватить все франкские земли. Чехия, как бы не совсем франкская земля. Как будто бы... Судно с КБ против Чехии. Это я делал? Нет. Странно. Действительно странно, на самом деле. Кстати говоря, австритская брионетка Югославии. Интересный. От развития событий. Давайте что? Давайте займемся, наверное... Ну, в Англии интернационал. Жесть. Ну и шиза. Заняться интернационалом можно было бы. Но, наверное, я бы не хотел заниматься интернационалом прямо сейчас. Все-таки. Потому что война большая. У нас не так много сил еще. У нас уже очень большая промышленность. Мэнпавера стала больше. Но на данный момент у нас все еще нету этих самых войск. Да, то есть... Дэдмэнпавера, он просто простаивает. Как и вот здесь вот, в принципе, люди. То есть... Все есть, но люди не обучены. Что? Надо правильно всех обучить. Поэтому подготовка идет. Здесь подготовка. Я думаю, мы сделаем... КБ вот это пропустится. В принципе, да. И, наверное... С этой стороны тоже можно было бы захватить. Прежде чем нападать на французскую коммуну. После этого, я думаю, мы будем готовы. Поехали тогда туда. Блин, здесь гарантия. Давайте куда-нибудь попробуем еще сюда проесться. Так аккуратненько. Ну, если вдруг получится. Итак, КБ на Австрию готов. Авиация здесь натренировалась. Отправляемся. Поход. Будем мы воевать еще с Россией. Потенциальный враг. Это реально? Это реально? Черт возьми. Да, это черт возьми. Реально? Блин. Это не очень приятно. Потому что, ну... Я не хотел нападать на Россию сейчас. Да, Россия реально наш враг теперь. Что я могу сказать по этому поводу? Ну, чехи... Вам... Вам не повезло. Вы могли еще немножко пожить. Но... Не повезло. Не фартануло. Тогда... Идем вот так. А встретиться, кстати говоря, горы эти мерзкие. Но мы уже навоевали в горах. В горах, точнее. Хотя, говорят, у нас стрелка у нас не так уж там много. Их в полмах. Ну, авиация. У нас есть просто авиация. И на этом можно, в принципе, закончить вопрос о том, можем ли здесь пробиться. Видите, как просто отрываются куски от их дивизий из-за нашей авиации. Посмотрите просто на эти цифры потерь от урона. Они еще... Ух, господи. Они сейчас уже просто все население острее под нашу авиацию подвели. Просто, ну, вот вывели на бомбы. Мы этого не хотели. Но они нажали в форт-защиту. Это ужасно. Если говоря, Россия несет потери. Это почему? Так. Это выглядит странно, но допустим. Ладно. Они все время могут еще к нам высадиться. Это было бы неприятным. Ну, ладно. Куда в тюрьму пробиваемся и готовимся, я думаю, нападать на Чехию. Нам ее тоже надо возвращать будет. С другой стороны. Мена на Чехию. Поехали в Нидерланды. Здесь их никто не спасет. А КБ на них уже есть у нас тоже по фокусу. Давайте добучимся до конца, чтобы они получали уже опыт сверх вот этих лычек, как бы, да. И можем идти в наступление. Вот эти, кстати говоря, я бы приостановил наступление этих ребят. Пускай они здесь планирование наберут. А то что-то они начали отнести потери какие-то неправильные, слишком большие. Пускай они тоже еще, да, обучаются. Как бы, если они нас атакуют, австрийцы и Ярославы, ну, удачи им. Ну, и шаг за шагом мы тут начинаем пушить. Причем я, видите, вручную все это делаю, потому что у меня войска начали как-то неэффективно атаковать. Поэтому, блин, ну, ладно. Я просто буду воевать ими сам. И потери, конечно же, сразу же уменьшились. А у наших врагов, конечно, да, они безумные. Авиация, что я могу сказать. Ну, а теперь, я думаю, можно уже нажать и стрелку. Там прошли основные горы. Как бы, да. Без горта уже как-то попроще пушить. Я думаю, стрелочка с этим даже тоже справится. Эта армия у нас полностью обучена. Давайте объявляем войну. Нажимаем здесь стрелочку. И, наверное, стоит отправить, хотя бы, ну, какую-то авиацию туда. Давайте вот этих сюда отправим. Я здесь поработаю. Здесь достаточно быстро должно все произойти, я думаю. После чего мы их обратно вернем. И есть. Сейчас Нидерланды готовы. Сразу с Нидерланды мы забираем еще и Ост-Индию. Сюда ресурсы. И их флот, конечно же. Бам! И наша Франкия растет. Ну, еще немножко рановато их назвать, конечно, Франками наших людей. Нашу страну Франкии. Но, как бы, мы-то знаем, к чему все идет. И как все в итоге будет у нас. Авиация, господи. Как же, как же прекрасно, когда у тебя есть те ресурсы на авиацию. Игра сразу становится такой приятной. И готовимся сразу на Бельгию идти. Почему бы нет? Авиацию сразу... Авиация и так там, в принципе, находится. Объявить войну, я думаю, мы не будем сильно медлить с этим. Кстати, тут какие-то фортификации жесткие. Нет. А что-то не так? Войска жесткие. Даже интересно, подождите. Нет, просто меня генерал атаковал все несколькими дивизиями, ладно. Это, конечно, болезнь из стрелочек. Они атакуют несколькими дивизиями из всех. Ну да, да. Это я вам дал 24 дивизии, вы решите... Решили использовать из них, не знаю, 5. Молодцы. Вот и Бельги капитулировало 72000 MP35. Они просто жили на винтовках, ели винтовки, производили винтовки. Дети играли с винтовками, как бы, да. И мы еще собираемся из города концессии. Не знаю зачем, как они оказались под Бельгией. Но, ладно, почему бы нет. У нас еще есть КБ на Люксембург. Собственно говоря, этим закончится наше завоевание Бенелюкса. Да. Конечно, надо захватить, почему бы нет. И скоро у нас там сделается КБ на Литву. После чего у нас почти будет уже граница с Россией. И на самом деле надо будет как-то что-то с этим сделать. Тоже, потому что с Россией просто так вот войну оставлять не хочется. Потому что в один момент она нападет на кого-нибудь здесь. И у нас появится граница. Поэтому нам придется с ней разобраться. И мы пока что разбираемся с Балканом. Кстати говоря, здесь ребята все еще воюют. Нет. А кто воюет? Здесь есть сражение. А, Италия не воюет, а Франки. Раз-таки, точнее, коммуна французская. Не Франки. Франки, это мы. Все еще воюют с Антантой. И, кстати говоря, успешно. Как говорится, мы скоро это изменим. Всю карьеру за руинем. Ну и нет смысла откладывать войну с Люксембургом. Отправляемся. Да, быстрая битва. Сколько мы получим снаряжение? Не мало, не мало. Это, конечно, меня не может не радовать. Можно сделать сюда границу. Наверное, сразу готовил уже атаковать Чехию. Все-таки с ним я бы тоже разобрался перед, наверное, Россией. Россия будет перед Францией. Да, Франция, наверное, будет финальным уже нашим боссом. Потому что с Россией мы воеваем уже. Я не хочу оставлять себе такую границу большую, неприкрытой. А вот и Югославия. И все, в принципе, страны под ней. Тоже теперь часть нас. Прекрасно. Они станут частью Великой Франкии. Кстати говоря, плод у них ни у кого не было. Странно. У вас среди заточен он должен был быть. Видимо, нет и нет. Ладно. Наша армия идет сюда. Давайте. Здесь, пожалуй, три армии. Очень неудобно, когда вы полностью окружаете страну, делать против нее фронт. Потому что, видите, провинция туда, провинция сюда. И фронт весь сломался. А Люксембург... Мы с ними не замерзли, за это видимо нет. И... Все едут. Все едут. Скоро мы уже будем полностью готовы. Отлично. Все говорят, забавный факт, когда мы делаем офицеров из полевых командиров, генералов, то у нас появляются офицеры Аскария. Я не уверен, но, по-моему, это какие-то вот отсюда, что ли, из... Что-то вот отсюда, я не помню. Так что это странно. Конечно, на нашей стране иметь офицер Аскария. Ну, ладно. Вот чая, кстати говоря, которая умудрилась начать войну еще против кучи стран. Включая Россию. Россия, ну вот и нахуя-то ее защищала? Ну, вот все уже. Уже все. А уже поздно. Уже все. Уже готовится война с Россией. Ну, что, мы быстренько схаваем. Тут как бы все достаточно просто. Кстати говоря, большие потери несем очень. Неоправданно большие, но порты здесь, конечно, есть. Ну, ладно. Сейчас сделаем вот так. Нет. Только не форс-защита. Мы же всех в так убьем. А, чехов. Не франков, конечно же. Грустно, грустно. Грустно, но что делать? Да, там полмиллиона потерь под конец спрокнула. Видимо, какие-то битвы большие завершились. И вот Чехия тоже становится частью нашей Южно-Крымской империи. Но мы-то знаем. Это Франкия. Нас отделяет совсем немножко. Что ж. На этом, я думаю, эту серию подзакончим. У нас получилось она очень насыщенная. Мы просто взяли из маленькой страны стали вот такой стороной. Промышенностью в 3025 фабрик. В сумме, да. Именно фабрик здесь 120, а военных заводов 175. И я думаю, в следующей серии мы пойдем на восток. Здесь еще какие-нибудь страны подкаваем. И потом уже будем заниматься интернационалом. В принципе, прям вот такие вот у нас планы на будущее. Так что, ребят, с вами был Добгейм. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, твизи, эскорты, блядь. Все как обычно. И до скорых встреч. Пока.